12 марта основные силы России пытаются захватить Мариуполь и Северодонецк, сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины. Разведка Великобритании в своем твиттере заявила, что российские войска, дислоцированные в районе Киева, сейчас находятся примерно в 25 километрах к северо-западу от центра города. Там идут ожесточенные бои. При этом части колонны военной техники рассредоточились. Эти маневры могут свидетельствовать о намерении оцепить Киев, считают в разведке Великобритании. Луцк и Ивано-Франковск, находящиеся всего в 110 километрах от границы с Польшей, обстреливают, не преследуя военных целей, сообщает корреспондент «Инсайдера» в Западной Украине. По его словам, фактически военные бьют наугад, несмотря на то, что Минобороны России заявляют об обстреле исключительно военных аэродромов. Удар по луцкому аэродрому, который уже бомбили в первые дни войны, сейчас проводится чисто для отчетности и чтобы запугать людей и спровоцировать новую волну беженцев. Президент США Джо Байден сообщил, что 12 тысяч американских военных перемещены к границам России. Украинская ювенальная служба подсчитала, что жертвами войны в Украине стали 79 детей. Еще почти 100 детей получили ранения. По данным властей, в стране разрушены более 280 школ, из них 9 уничтожены полностью. Жители Мелитополя, находящегося под контролем российских военных, вышли сегодня на митинг с требованием освободить похищенного мэра Ивана Федорова. О его пропаже сообщалось вчера. Что с ним сейчас, неизвестно. Российские военные и официальные лица ситуацию никак не комментировали. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о создании координационного штаба по вопросам обращения с военно-пленными, так как их количество уже достигло такого уровня, что необходима отдельная структура. Украинский лидер подчеркнул, что со всеми военнопленными обращаются в соответствии с международными конвенциями. По подсчетам украинской стороны, в плену сейчас находится около 700 россиян. Минобороны России эти данные не подтверждает. Не отдавайте своих детей на войну. На чужой земле. Кстати, некоторые пользователи Инстаграма заметили, что Владимир Зеленский недавно стал популярнее Канье Уэста. Главная околовоенная тема дня – ситуация вокруг компании Мета в России. Это владелец сервисов Facebook, Instagram и WhatsApp. Все началось с того, что в эфире телеканала CNN пресс-секретарь Мета Энди Стоун заявил, что компания временно делает скидку на формы политического выражения, которые обычно нарушают внутренние правила, такие как насильственные высказывания. Буквально через несколько часов Роскомнадзор сообщил об ограничении доступа к Instagram из-за призывов к насилию в отношении россиян, а Генпрокуратура потребовала признать Мета экстремистской организацией. Позже стало известно, что Следственный комитет России также возбудил дело о призывах к насилию в отношении россиян в связи с действиями сотрудников Мета. Соцсети будут заблокированы в России 14 марта. Сегодня представители Мета уточнили, что новая политика компании будет действовать временно и только на территории Украины. Напомним, что в России зарегистрировано более 80 миллионов пользователей Facebook и Instagram. Многие из них стали спешно создавать телеграм-каналы или переходить в российскую соцсеть ВКонтакте. Следующей социальной платформой, заблокированной в России, по всей видимости, может стать видеохостинг YouTube. Он сегодня начал блокировку каналов российских государственных медиа по всему миру и приостановил все способы монетизации на своей платформе в России. Уже заблокированы аккаунты Первого канала, Россия-1 и Россия-24, ТНТ, НТВ, Пятого, Арти, Москвы-24, РБК, Реа-Новости и Вечернего Урганта. Как мы знаем, правительство России своих не бросает. Поэтому блокировка YouTube в России теперь, видимо, только вопрос времени. Маленькая победоносная война. Президент США Джо Байден утвердил ограничение поставок из России. Запрещено покупать водку и другой алкоголь, морепродукты, а также алмазы. Несколько дней назад Вашингтон запретил импорт российской нефти и нефтепродуктов. Накануне США также ввели запрет на экспорт предметов роскоши в Россию. Сегодня к этому бойкоту присоединился Евросоюз. Что входит в перечень предметов роскоши, нам еще предстоит узнать. Крупнейший американский маркетплейс eBay приостановил все транзакции с российскими адресами. Причиной такого решения стало прекращение работы платежных провайдеров и основных служб доставки. Все активные объявления из России будут скрыты из результатов поиска, и покупатели не смогут приобретать товары. В Италии арестован самый большой частный парусник в мире, сконструированная дизайнером Филиппом Старком яхта российского бизнесмена Андрея Мельниченко. Ее стоимость – полмиллиарда долларов. Мельниченко является основным акционером Еврохима и Сибирской угольной энергетической компании. Импорт и замещение остановилось по причине невозможности приобрести иностранные компоненты.